Мир вам, уважаемые посетители канала YouTube «Церкви Дом Божий». Иисус Христос сказал «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Пусть через эту проповедь Господь поможет вам глубже исследовать Священное Писание, а самое главное — глубже и ближе познать Господа Иисуса Христа, который сказал о себе «Я есть путь, истина и жизнь», чтобы мы могли иметь жизнь вечную через Него. Божьих вам благословений! Дорогие друзья, не по обряду и не по обычаю, но от всего сердца и от всей души я прежде всего хочу очень дружно вместе с вами сказать «Слава Богу!» Слава тому, кто любит нас и который все сделал для того, чтобы мы, дорогие друзья, могли с вами вернуться в тот потерянный рай, который когда-то утерял Адам. И мы знаем, что есть один только путь. Это путь через Иисуса Христа, где каждый человек может жить и может жить вечно. И поэтому в Священном Писании есть один такой хороший пример. Когда вы знаете, пророк Илья — это был великий человек, пришел к горе Божией, и когда он вдруг услышал такой интересный вопрос от Бога, «Илья, а почему ты здесь?» Вы знаете, этот человек нашел, что ответить своему Богу. Если бы этот вопрос, дорогие друзья, Иисус сегодня задал каждому из нас, вот что бы мы ему на это сказали? Илья сказал, «Меня привела сюда ревность о Боге или ревность по Боге». И есть другой хороший пример, который оставлен в Евангелии Иоанна. Я хочу его напомнить сегодня, дорогие друзья, всем нам. Это из Евангелия Иоанна, с 12 главы, из 20 стиха. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены, это греки. Они пришли к Филиппу, который был из Вевсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть кого?» Иисуса. Братья и сестры, эти люди, видимо, слышали о нем очень много, но они его никогда не видели. И вот они хотели его увидеть. Мы, наверное, об нашем Иисусе Христе очень много слышали. Он очень много для нас сделал. Но если мы хочем сегодня его увидеть, конечно, не плачскими очами, но очами нашего сердца мы его увидим. Потому что он сегодня здесь. Он пообещал, когда он уходил с этой земли, где даже двое или трое будут собраны во имя его, то он будет там. И он, дорогие друзья, сегодня здесь. И если мы сегодня хотим его увидеть, он покажется нам в своих чудных действиях, в своих поступках. Все, что происходило на страницах Священного Писания, мы видим в большинстве, оно все связано с ним. И я хочу сегодня всем нам, дорогие друзья, напомнить одно место из послания апостола Павла. Апостол Павел, который очень много потрудился для того, чтобы, особенно мы из рода языческого, чтобы мы тоже были причастниками вечной жизни, и чтобы мы нашу вечность проводили не с дьяволом в озере Огненном, а чтобы мы нашу вечность проводили с Иисусом Христом. И вот он одной церкви пишет такие слова. Я читаю первое послание к фессалоникийцам, это будет 4 глава, 9 и 10 стих. «О братолюбии нет нужды писать к вам в братья, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевать». Я был, дорогие друзья, во многих церквях, и я много раз задавал один вопрос. Скажите, у вас в церкви нужно и можно говорить о братолюбии? И почему-то все говорили «нужно». Я думаю, и у вас, наверное, нужно, правда? И вот поэтому, все-таки, смотрите, есть одна или была одна церковь на земле, где этого не нужно было делать. А почему? Да потому что они самим Богом были научены. А если Бог научил, то, наверное, он неправильно никого не научил. Он всех людей научил правильно. И апостол Павел очень желал, чтобы люди на этом не зациклились, а чтобы они в этом еще преуспели. И они могли, дорогие друзья, смотрите, любить братьев не только в Фессалонике, да? А почему-то Павел говорит «и по всей Македонии», чтобы вы это делали. И вот поэтому давайте мы сегодня обратимся к Священному Писанию и посмотрим, сколько труда вложено в этот вопрос, чтобы он все-таки в церквях был. Скажите, это легко любить братьев? Или трудно? Хорошо любить тех, которых тебя любят. Это очень хорошо. Даже Иисус сказал такие слова. Ну, вы же, говорит, любите только тех, которые вас любят. А вот любить тех, которые вроде бы тебя не любят, вроде бы на тебя не обращают внимания, или, может быть, не так поступают с тобою, братья и сестры, вы, наперед забегая, хочу сказать, вы никогда не добьетесь, чтобы вас все любили. Никогда. Даже Иисус при Своем могуществе не мог это сделать. Но Он мог поступить так, чтобы всех любить. Вот это можно. Но чтобы вас все любили, этого никогда не будет. И поэтому мы должны с этим смириться. И на многие вещи просто не обращать внимания. И насколько легко будет нам тогда в нашей жизни. И если мы посмотрим, смотрите, на все эти примеры, которые есть в Священном Писании, которые также оставлены апостолом Павлом, я хочу напомнить еще одно место. Это будет из 12 главы послания апостола Павла к римлянам. Здесь апостол Павел в 10 стихе говорит такие слова. «Будьте братолюбивы друг ко другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Вот если человек вдруг увидел, что брат что-то сделал неправильно, но это в равной степени сегодня, я думаю, дорогие друзья, относится и к нашим сестрам. Вот если человек что-то сделал неправильно, как он это делает? Вот мне однажды один, особенно это был юноша, он был такой, ну, немножко резкий, всегда в своих словах и выражениях, он подходит ко мне и говорит, «Слушай, Франц, а почему так получается?» Вот я когда вижу человека, да, когда он что-то согрешает или что-то неправильно делает, я вместо того иду, высказываю ему, обличаю его, вместо того, чтобы он это принял, он ожесточается. А я говорю, «Слушай, а как ты это делаешь?» Ну вот просто иду и делаю, что-то его побуждает на это. Я говорю, «А как написано в Священном Писании?» Если ты видишь брата твоего согрешающего, греховник смерти, что ты должен делать, братья? Молиться. Ты молился? Нет. У тебя должна быть цель увещевания, чтобы унизить брата, или особенно, вы знаете, когда делают это при обществе, когда хотят выставить человека, или у тебя цель – любовь от чистого сердца и нелицемерной веры. Какую цель ты преследуешь? Ты вроде бы показываешь, ты любишь брата или хочешь помочь ему. И если у тебя, смотрите, молитва, если у тебя цель увещевания, любовь от чистого сердца и нелицемерной веры, и ничего за этим другим не стоит, и если ты поступаешь так, как, смотрите, здесь говорит апостол Павел, с нежностью, в почтительности друг друга, предупреждайте. Как вы думаете, вот такое обличение человек примет? Конечно, наверное, примет. А вот если выставить его на вид, или, хотя мы видим, такие примеры есть в Священном Писании, или сделать это при всех, не все, конечно, могут это снести, и не все могут это перенести. И поэтому сколько есть, дорогие друзья, у нас хороших примеров в Священном Писании, которые говорят нам о том, как нам нужно правильно поступать во всех вот этих вопросах. Ибо из этих вопросов люди будут знать, что мы ученики Иисуса Христа. Потому что так сказал Иисус. Я хочу напомнить сейчас вот эти слова Иисуса Христа, смотрите, которые Он сказал в Евангелии Иоанна. Однажды Иисус обратился к Своим ученикам. Это будет 13 глава с 34 стиха. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому что почему узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою?» Вот это сказано слова, которые произнес наш Спаситель Иисус Христос. Вы знаете, ну, наверное, очень многим людям эти показались очень странные слова. Но как можно любить человека, который, бывает, тебя не любит? Или как можно любить, вы знаете, в народе израильском тоже было очень, как и, я скажу, в любой церкви, я думаю, вы на меня не обидитесь, что есть свои группировки. Есть правые, есть левые, есть те, которые одно поддерживают, есть те, которые другое поддерживают. И вот именно любить друг друга, это очень тяжело, это очень сложно. И вот апостол Павел, смотрите, учит нас, чтобы мы научились, не сходя друг друга любовью, не ждать, что ты, брат, поднимись до моего уровня, а потом я буду общаться с тобою, потому что такие вопросы мы встречаем в Священном Писании. А вот именно не спуститься до состояния человека, до состояния этого брата и сестры, и вместе с ним подняться. Да, это сложно, это тяжело. И здесь, может быть, очень нужно победить свое собственное «я», которое не дает иногда человеку спуститься. Ты сначала поднимись до моего уровня, а потом я буду с тобой общаться, а потом я буду иметь с тобой, может быть, искренние беседы. А вот именно Христос сказал, что вот из всего-то как раз узнают, что вы мои ученики, когда вы будете иметь вот эту любовь между собою. Есть одно такое хорошее выражение, хорошее выражение, о любви к ближнему, спроси у ближнего. Вот когда-то Иисус Христос задал апостолу Петру такой интересный вопрос. И он говорит, Симон Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? И вот что надо было ответить апостолу Петру? Ну и Андрей тоже любил Христа. И Фома, и Варфоломей, наверное, тоже. А вот Иисус говорит, любишь ли ты меня больше, нежели они? И вот Петр, смотрите, тогда говорит такие слова. Иисус, ты знаешь, что я люблю тебя. Вот сегодня, может ли каждый брат обратиться к брату, который сидит рядом, и сказать, брат, ты знаешь, что я люблю тебя? Поверит брат в это или нет, если мы так скажем? Согласится он с нашими словами, а Иисус согласился со словами, Петра, он действительно знал, что Петр его любит. А вот мы согласимся с этим словом, если брат нам скажет, я тебя люблю. Или если муж скажет жене, я тебя люблю, а делает все ей назло. Или делает так, чтобы в семье были ссоры, распри и разногласия. И наоборот, если жена говорит мужу, я тебя люблю, а все делает ему назло. Не слушает, не почитает, не уважает, не уважает его. Как вы думаете, человек в эти слова поверит? Я думаю, конечно, что нет. И вот поэтому, дорогие друзья, вы знаете, люди очень хорошо понимают, как с ними общаются, как с ними разговаривают. Вот давайте мы возьмем сегодня пример, это очень великий пример для нас, это был такой человек, который оставлен на первых страницах Библии, это был Иосиф. И вот когда мы читаем его жизнь, когда мы читаем, как он жил и как поступали с ним братья, то это очень хороший и большой пример для нас. Конечно, забегая вперед, забегая вперед, хочу сказать, вот для того, чтобы в семье был мир, между дюйтями был мир, чтобы в обществе, в церкви был мир, вы знаете, кто иногда очень и очень виноват? Виноваты родители. И даже был однажды такой случай, когда я проповедовал за отношения родителей и детей, что очень часто родители бывают виновны в действиях своих детей, что очень они виноваты. Я не успел отойти от кафедры, как мне подошли люди и сказали, а мы с тобой не согласны, это неправильно. И теперь посмотрите на такой библейский пример. Я читаю 37-ю главу бытия с первого стиха. Яков жил в земле странствования отца своего Исаака, в земле Ханаанской, вот житие Якова. Иосиф был 17 лет, паскот отца своего, вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до Яка и Израиля отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду, и увидели братья его, что отец его любит его больше всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Скажите, братья и сестры, кто был в этом виноват, что братья между собой не могли говорить дружелюбно? Яков был в этом виноват? Зачем он выделил его? Зачем он это сделал? Почему он не судил, допустим, о всех людей или о всех детях своих одинаково? И это очень большую проблему создало. Почему я сказал, вот так может быть и в церкви, если, допустим, кого-то выделяют, а кого-то унижают? Скажите, это что, люди не видят? Или люди на это не обращают внимания? Но получается почему-то, вот смотрите, Йосиф доводил худые слухи до отца своего. Как вы думаете, братьям это нравилось? Наверное, нет, правда? Они, наверное, очень уже здесь были обижены, что Йосиф все-таки, и я думаю, что Йосифа была одна единственная цель, которую он усматривал, он очень хотел, чтобы братья его исправились. Но, видимо, он ничего не мог сделать, и поэтому он хотел, чтобы в этом исправлении им помог отец. И они уже за это его не любили. А вы знаете, что когда уже человека не любят, вот пусть он все делает хорошо, но вроде он все делает не так. Не так ходит, не так одевается, не так дышит, не так говорит, но все получается. Человек делает не так, вот когда человека не любят. А когда человека любят, вроде бы все, смотрите, даже неправильно что-то делается, и вроде бы получается, что все делается так. Все хорошо, потому что любовь, она что делает? Покрывает множество грехов. И вот поэтому это очень важно, дорогие друзья, чтобы вот это братолюбие, чтобы она пребывала в обществе, чтобы она пребывала среди народа Божьего. И если, смотрите, вот этого братолюбия не пребывает, там, конечно, бывает иногда очень сложно во всех вот этих отношениях, которые происходят, и все обстоятельства. Смотрите, мы тогда читаем, я хочу еще напомнить одно место также об Иосифе из этой же главы. Это будет Бытие, 37 глава, 22 стиха. «И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он с тем намерением, чтобы избавить его от руки их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разоцветную, которая была на нем, и взяли его, и бросили его в ров. Ров же был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб». Вот здесь не написано, о чем просил их Иосиф. Но сами братья очень хорошо вспомнили через тот момент, когда в их жизни что-то произошло, и когда в их жизни что-то случилось, что им очень не нравилось, что они, дорогие друзья, вспомнили. Вот смотрите, когда мы теперь читаем уже 42-ю главу. «И сказали они друг другу, точно, мы наказываемся за грех против брата нашего, мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его, зато и постигло нас сие горе». Вот смотрите, они видят своего младшего брата, они видят страдания его души, они бросают его в пустой ров и свободно садятся и едят хлеб. Как они могли это делать? Или почему люди могли так делать? Да потому что у них было не братолюбие, дорогие друзья, у них была великая злоба. И вот она могла так делать. Она могла именно людей, что они могли вот так поступить со своим кровным братом, который просил и умолял их. Но когда им стало плохо, вот здесь они не слышали Иосифа. Вы знаете, я сейчас точно не могу сказать, но я думаю, братья это знают, примерно где-то 20 с лишним лет прошло после событий, когда Иосиф с ними встретился. И они это запомнили. Они, значит, помнили все, что они сделали со своим братом неправильно. И вы знаете, братья и сестры, мы в среду были в Сиэтле. Это самый свежий случай. Подходит ко мне один человек, честно сказать, я его забыл, или, может быть, я с ним встречался, но я не помню, ни брата не помню, ни имени его не помню, ни фамилии не помню. И он мне говорит, Франц, ты меня прости. Я говорю, за что? Вот когда ты в прошлый раз был у нас, я с тобой поступил очень грубо. Братья и сестры, я этого не помню. Но скажите, а человек это помнит? Разве мы не знаем, когда мы с нашим братом поступаем неправильно? Скажите, кто это не знает? Но она забывается, она, может быть, не помнится, но когда, вот Лариса сегодня рассказывала, когда Бог хочет очистить человека, почему-то все его ошибки напоминаются ему. Это же неправильно, поступать противозаконно или корустолюбиво с братом. Вы знаете, в моей жизни очень много таких случаев, когда смотришь на это, и почему вот это происходит, что, и вот когда мы иногда хотим, как было уже сказано, для того, чтобы с нами поступали правильно и хорошо, что этого было сказано, никогда так не будет, да? И вот когда человек должен понимать, я не отвечаю за то, как братья со мной поступают, а я отвечаю за то, как я поступаю с братьями. И если мы больше будем заняты тем вопросом, чтобы нам правильно поступать по отношению к братьям и сестрам, мы не будем часто обращать внимание на то, как, смотрите, было у людей, они не обращали внимания абсолютно, когда на них был Дух Божий, да они не обращали внимания на то, как обращаются с ними люди. Это был такой случай, когда помазали на царство Саула, и когда на нем пребывал Дух Божий, что происходило с этим человеком? И изложил Самуил, я читаю первую книгу царств, 10 главу, с 25 стиха, и изложил Самуил народу права царства, и написал им книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ, каждого в дом свой. Тогда также Исаул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним все храбрые, которые сердце коснулся Господь. А негодные люди говорили, ему ли спасать нас, и презрели его, и не поднесли ему даров. А дальше, братья, кто помнит, как сказано? Правильно. А он этого не замечал. Вот почему Саул в этот момент не замечал то, что о нем говорили? Да потому что на нем был Дух Божий. Это стал совершенно иной человек, как сказал Самуил, вот когда ты встретишь этих людей, и встретишь этих сом пророков, найдет на тебя Дух Божий, и ты будешь иным человеком. И действительно, вот здесь Саулу, дорогие друзья, смотрите, ни даров не поднесли. Чудо Бог показывает. А этим людям, наверное, безразлично было, что это делал Бог, что Бог показывает чудеса и знамения. Где находится Саул? Да там у обоза. Бегут, находят, приводят, при чудесах, при знамениях, но находились, тут правильно об этих людях сказано. Какие это были люди? Негодные. Но теперь возьмите обратно другой пример. Вот этот же человек, который мог так поступать, и который мог так относиться, даже если с ним поступали неправильно, или с ним делали так, и теперь посмотрите, мы читаем теперь уже в 24 главе этой же книги, первой книги царств, здесь сказаны такие слова. Я читаю с 12 стиха. Отец мой, посмотри на край одежды твоей, он в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Уразумей и убедись, что нет в руках моих зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. За что Саул гонялся за Давидом? По пещерам, по пустыням. Вместо того, чтобы отдыхать где-то дома, набирает себе отряды, гоняется за этим человеком, и этот человек ему показывает. Отец мой, посмотри на край одежды твоей. Вот когда Давид резал край вот этой одежды, вот что стало, помните, братья, с его сердцем? Оно ему больно стало, что он край одежды отрезал. А сколько бывает, мы отрезаем от человека иногда, и у нас сердце абсолютно не болит. Она не тревожит нас, а Давид, отрезав кусочек от его одежды, которая вообще не вредила, Саулу, да, и ему вот это стало больно. А этот человек, на котором в этот момент был злой дух, который гонялся за этим человеком, он ему показывает. И теперь, смотрите, происходит как бы просветление у этого человека. Когда окончил, 17 стих, когда окончил Давид говорить слова Саулу, Саул сказал, «Твой ли это голос, сын мой Давид? И вовысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду, «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». Смотрите, сколько нужно было вот этому человеку увидеть, что он делает великое зло. И он не только Давиду делал зло, он очень большое зло делал себе. Зло, оно вообще разрушает духовного человека. И он не замечал, что сколько зла оказывает, или смотрите, сколько страданий, проблем этот человек делал себе. Да, мог бы спокойно отдыхать в своем царском доме, почет, слава, величие. Зачем ему эти пустыни, пещеры, эти переходы все, зачем они ему нужны были? Сколько нужно было действительно пострадать вот этому человеку? И вот поэтому, дорогие друзья, вы знаете, мое время уже вышло, я буду заканчивать. Есть, конечно, еще очень много примеров добрых и полезных, о которых можно было бы сегодня нам говорить, чтобы мы обратили на это внимание, чтобы мы посмотрели на все это, что происходит в нашей жизни, потому что это заповедь Божья. Иисус сказал, любите друг друга. Да, это трудно, это тяжело бывает, но нужно этому научиться, чтобы нам, дорогие друзья, быть в той вечности, где пребывает сам Господь, который действительно есть, это вечная любовь. И только тогда, когда мы исполним всю волю Божью, все его заповеди и все его повеления, которые он нам сказал, потому что для спасения маловажных вопросов не существует. И вот тогда, как сказал апостол Петр, когда у вас это будет, когда вы в братолюбии покажете любовь еще. Братолюбие – это любить братьев или любить тех, которые находятся в нашей церкви. А есть, значит, немножко другой перевод, особенно немецкий, там сказано «любовь ко всем». Вроде бы еще братьев можно любить, да? А любить окружающих нас, тех, которые, может быть, хулят, засловят и поносят нас, чтобы за них молиться, чтобы их благословлять. И тогда апостол Петр говорит, тогда откроется вам свободный вход в небесное Царство Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Значит, тогда, дорогие друзья, ничего нам не воспрепятствует войти в жизнь вечную. И да поможет нам Бог в этом, чтобы мы не только здесь, но и в вечности все были вместе у ног нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Эта проповедь была любезно предоставлена вашему вниманию Церковью Дом Божий города Портленд, штат Орегон. Надеемся, что она послужила для вас большим духовным благословением и назиданием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok